Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить этот зубодробящий хоррор под названием Анабиоз Сон Разума. Поехали! Прошлая серия была у нас прям вообще, прожигала пукан. Что? Кто открыл дверь? Вот. И спасли Мишку, и перебили всех подряд монстров. Воу! Хо-хоу! Во, щет! Жесть, блин. Корабль ведет себя странно. Ха-хоу! Просто дверь закрылась. Хо! Ще-то он меня даже поднапугал немного. Неожиданно, неожиданно было. Что, снова на улицу? Во! Хоу! Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. Прибежали куда-то. Экипаж приготовится. Машина готова. Капитан, да ты в своём уме? Мы же пол-живая-то усидим. Даю самый малый вперёд. В смысле, капитан сам взял управление кораблём? Так. Восстановить выносливость. Силы. Потому что я смотрю, надо снова бежать. О-о-о-о. О, чёрт. Пробуем ещё раз бежать. Так. К тёплому месту. И так. Там дверь открылась. Но там мы подыхаем сразу. Давайте попробуем сюда сбегать. Отлично. Вроде как отлично, но я не понимаю, куда нам дальше. Сюда? Машина. Перехожу на средний. Понятно. Надо сюда. За этим чуваком. Толстопопиком. Что происходит? Ремонт окончен? Капитан может погубить корабль. Ну ты что? У меня же груз. Капитан, откройте дверь. Капитан, откройте. Что с вами? Самый полный спрят. Ого. Ого. Да и жару. Ну да, да. Мужик же просил мне отдавать. Пачки сигарет. Я думал, патроны лежат. Так. Это что? Призрак капитана? Капитан, откройте. Что с вами? Самый полный вперед. А радиограмма где? Ты что? Ему радиограмму отдал. Сейчас, наверное, забегут и застрелят капитана. Ого. Ого. Прямо вот так, из глаз. А, нет, его стеколь. Кажется ты этого хотел? Бери штурвал, корабль твой. Поворотов нет. Рычаг не работает, не могу повернуть. Помогай, рычаг хода заклинило. Машина, полный назад. 20 узлов идем, опасно. Телеграф заклинило. Давай реверс, под трибунал пойдешь. Ход на реверс. Патрон в турбинном отсеке. А, ну вот. Все, что происходило в самом начале. Защита реактора. Неужели нельзя его остановить? Ну сделай же что-нибудь. Успокойтесь, некуда больше спешить. Ждать осталось совсем немного. Сколько? Скоро начнется. Сколько времени еще? Не знаю, это не подконтрольный процесс. Нужно уходить. Как уходить? А команда? Команда справится. Готовить вертолет. Без висы, капитана, я на это не пойду. Я тебе помогу. Пойдем на это вместе. Через 10 минут ждите на верхней площадке. Вот так вот, да, они взяли, бросили висы к плашу просто. Опускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Постой. Он говорит что-то. А, Кэп жив? Нет. Ничего не слышу. Или я ошибаюсь? Так. О, записка. И вот его сердце вспыхнуло огнем желание спасти их, вывести на легкий путь. И тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня. А они, увидав это, подумали, что он рассверепел, отчего так ярко и разгорелись очи. И они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ним, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить данка. А он уже понял их дому. Оттого еще ярче сгорел с ним сердце. Ибо эта их дому родила в нем тоску. Так. Получается, Кэпа, короче, не стало. Заметили, да? Это, буря-то утихла. Просто снежок такой легенький идет. Кэпа не стало, а этот чувак... Помни создателя твоего в дни юности твоей. Что? Таколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия у них. Таколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды. И не нашли новые тучи вслед за дождем. Вот. А тот чувак, короче, бросил команду. Погреться-то можно, нет? Бросил команду и улетел на вертолете. Экипаж здесь помирал, короче. И, наверное, вот эти вот озлобленные души экипажа, наверное, с ними мы и воевали. Я так полагаю, это финал. Затушка. Или Кэп жив еще. Они его с собой заберут. Но смысл в том, что они бросили экипаж. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, И согнутся мужи силы, И перестанут молоть мирящие, Потому что их немного осталось, Помрачатся, смотрящие в окно. И запираться будут двери на улице, Когда замолкнет звук жирного. Будет вставать человек по крику петуха, И замолкнут щере пение. Не, это ж эти штуки у нас не греют, короче. Ни черта. Это что у нас? Что-то показано? Наверное, там надо спускаться. Наверное, свечение просто показывает нам дорогу. И высоты будут их страшны, На дороге ужаса, И зацветет миндаль, И оттяжелеет кузнечик, И рассыплется капельс, Ибо отходит человек в вечный дом свой, Готовый окружать его по улице плакальщицей. Сохраниться не забывать. А коли не порвалась серебряная цепочка, И не разорвалась золотая повязка, И не разбился кувшин у источника, И не обрушилось колесо над колодезем, И возвратится прав в землю, чем он и был. А дух возвратился к Богу, Который дал его. Так. Ну да, сюда, значит. Но я двигаться не могу. Че там чувак машет? А как же я? Меня забыли. Не бросайте. Не бросайте. А как же я? Нас всех наплевали. А весь все пел свою мрачную песню, И гром гремел. А вон там чуваки, которые тросы рубили. Сделаю я для людей. Сильнее громо крикнул танка. И вдруг он разорвал руками себе грудь, И вырвал из нее свое сердце. Высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, Как солнце. И ярче солнце. Реактор взорвался, что ли? И че вообще происходит? Он молчал, Освещенный этим факелом Великой любви к людям. А тьма разлетелась от света его. И там, глубоко в лесу дрожащее, Пало в гнилой зев болото. Люди же изумленные Встали, как камни. Кинул взор вперед себя на ширь степи, Гордый смечак танка. Кинул он радостный взор на свободную землю, И засмеялся гордо. А потом упал и умер. Люди же радостные и полные надежд Не заметили смерти его. И не видали, что еще пылает рядом с трупом данка Его смелое сердце. Только один осторожный человек Заметил это. И, боясь чего-то, Наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, Угасло. Ну вот, наверное, да. Как я и предполагал. Так и улететь они, походу, не смогли. Вот, рванул реактор, да, получается? Воу-воу-воу-воу-воу! Взрыв Взрыв А это что за... Черт! В смысле? Что это за грабандина? Отлично. В смысле? Что делать? Воу-воу... Раналл Отлично. Что делать-то надо? Так, он запустил я шары, и что дальше? А, надо стоять у лучей у этих, чтобы как-то... В чем с фишкой, кто больше убьет врагов, что ли, потому что он тоже убивает? Я четверых зафигачил, получается. Ну, вряд ли. Блин. Че, мне еще двоих надо? Один. Нет, еще двоих. Так, блин, сразу и не допрешь, что делать. Все, я выиграл, я победил. Какой большой дядька злой, блин. Во. Он протянул мне свою руку. Я на нее зайти, или он мне сейчас просто так раздавит, возьмет. Или съест. Как голову откусит. Суд же. Переместились. Суд же. Стоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ты устал. Ничего не поделаешь. Бесполезно. Не суетись. Все равно, рано или поздно, они зажрут и тебя. Что-то где-то мы в космосе, непонятно вообще. В каком-то. Вот мужик этот, который в капюшине-то, помните? Встречался нам постоянно. Что надо сделать? Что нужно сделать-то? Что-то эти... Блики. Как будто здесь что-то должно стоять. А здесь ничего не стоит. А, да ладно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Читай. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЧАЕК ЧАЕК Читай. А если я не буду читать? Радиограмма. Ничем в этот раз не помогу. Иди, иди, прошу. И можешь не метаться? Ты всех достал уже. Никто тебя здесь больше не поддержит. Ну вот. Давно пора. Сколько же можно? Короче, понятно, друзья. Я понял, что надо делать. Читай. Берем радиограмму. Ты знаешь, а я очень рад. Да, честное слово. А чего ты ожидал? Мастерил потихоньку. Как чувствовал? Вот он и сгодился. Держи, штаб передадим. Пусть демонтирует. Вот как-то так. Я бегал, бегал, крутился, крутился. И, короче, я просто случайно открыл полку. И получилось так. Что, получается, время откатилось. Пусть назад или что-то в этом роде. И смотрите, северный ветер, он целый и невредимый. Или нет? Или я ошибся? Держи руку. Хватайся, хватайся за руку. Хватайся за руку, кому говорю. Ну, да, так и получается. Капитан нас спас. Капитан атомного ледокола «Северный ветер» с прибытием. Вам повезло. Здесь очень тонкий лед. Можно запросто погибнуть. Ну что, не будем терять времени. Пройдемте на корабль. У нас впереди трудный путь. А ваших замечательных псов мы отправим обратно. В отличие от нас, они всегда найдут порогу домой. Изменили судьбу, короче, мы ледокола «Северный ветер». Идет, там, смотрите, байки. Рассказывает какие-то. Идем, крикнул Данго и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям. Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами. Но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли. Но гибли без жалоб и слез. А Данго, все был впереди. И сердце его все пылало, пылало. А вот это вот огромное чудище, этот великан, этот огромный, этот был, наверное, божество, я так предполагаю, божество времени. Наверное, бог времени какой-то. Вот. Ну, мы все-таки сделали хэппи-энд. Выбрались с полного этого кошмара, изменили, повернули время вспять, все изменили судьбу капитана, корабля. Вот. Все закончилось хорошо. И нас спасли. Забрали нас из этих холодных и убийственных льдов. Ну что, я, наверное, заканчиваю на этом. Игрушка довольно... Мне понравилась, довольно такая атмосферная. Местами даже сложноватая. Есть запарные моменты. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. Увидимся в следующих прохождений. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok